Вярослав пишет, хочу поработать и с прививкой, и с корнесобственным. Отлично. Пожалуйста, подскажите, есть у вас такая возможность прививки? Для вас есть. Вы переходите в разряд самых умных женщин нашего круга. Какие сорта лучшие для нашего региона, что есть в наличии и туши всех плодов. Я вас сейчас спросил, я не путаю, там еще вторая такая же интересная женщина, так совпало. Кто из вас написал, до воды 10 метров, а то болото, болото. Раз 10 метров, значит, все будет. Нет, все равно придется что-то... Еще раз, одни сорта вырастали в облажных краях. Яблони, слива, вишня. Другие вырастали в более засушливых краях. Это абрикос и груша. Видите, как делил? Не яблони с грушей, а родственники. Наоборот, я их вот так рассадил на разные регионы. Вот когда-то было одно, а потом где родился, там не пригодился. Не пригодился, умер. А выжил, получились особые особенности. Но мы это опять проходили. А грушу и яблони тоже разделил. То есть абрикосы с сливой, грушу с яблони, вишню, сирен, разделил. Вот кто когда так делил? Ну вспоминайте, где-то хоть один раз в жизни, где-то на лекции у любого академика. Вот именно это разделение. Видели? А помните, я показывал яму вот в эту огромную, да еще с бордюрами посадить и написать яблони, запятая груша. Правильная посадка. До сих пор трясет меня, когда я выживаю эти фотографии. И это кино. И вот получается так. Абрикос не пойдет? Пойдет абрикос там, где близко готовят. Пойдет на сливе. Если засушили, абрикос на абрикосе, то это вообще будет 20 лет у вас в средневеке лет. Вот. Ну и дальше давайте замахивайтесь на питомник. У вас же уже есть питомник. Правда, хвойный. Заразе спасибо за ответ. Уважаемые меры. Пожалуйста, я ответил, как мог. Ну и наконец, по первому образованию вообще переводчик. Я предлагаю вам свою абсолютно безвозмездную помощь. Если вам понадобится перевод или на английский язык чего-либо, может быть даже с кем-то из иностранцев будет общаться. Вот наши люди. Финляндия, Швеция. Наши люди Прибалтики. У кого уже плодоносят мои эти самые? Чехия. Так, Словакия. Так, где еще наши люди? Германия. Но все русские. То есть русскоязычные. А чистых иностранцев пытались со мной связаться с Канадой и из Англии. Но, как говорится, мы друг друга не понимаем. Так. Моя твоя не понимает. И раз уж вы написали это, раз уж вы написали это, мы посоветовались с вашим земляком, Троценко Павел Николаевич. Он же автор мой. О, он же фактически савтор. Особенно третья книга, которую он переводит на нормальный язык из моих вот этих рассказов. Значит, он редактор. Я его позвонил, говорю, Павел, ну что, человек предлагает помощь. Ну, давай, говорит, попробуем. Может, получится, может, удастся издать. Вопрос-то еще второй пострашнее. Как издать, кто купит. И тогда я сказал особую фразу. Я сказал, если вдруг я вас соединяю напрямую, если вдруг она скажет, я готова перевести книгу, то одно условие. Только если войдет в долю. Хоть какие-то деньжатки, но мы от издания книг получили. Вот, скромненько такая издание. Так. Скромненько, скромненько. В общем, если вы готовы войти в долю, уважаемый Мирослава, тогда только и мы с вами будем дружить в плане издательных странных книг. Конечно, это круто. Все-таки русский сейчас не в почете. Английский. Я вообще бы считал, что это через... Мы, Сибирь, через лет 10-20 будем разговаривать так. Или никак. Вот. А зачем знать там этим кухаркам или там этим чернорабочим, как еще китайский язык. А кто захочет выжить, тот уже сейчас должен китайский изучать. Похоже, нас скоро в Сибири не останется. Кроме тех, кто все-таки вовремя своих детей китайского изучит. Извините за грустную вещь. Но пока английский в почете. Входите в долю. Тогда мы с вами будем сотрудничать. Ну, а дальше это же, знаете что? Это была часть вебинара. Вот это то, что мы сейчас прошли. А потом я специально выделил. Никак же готов столько много слушать и прислушиваться. А вебинар это вот продолжение это вечеринский вебинар я вырезал этот кусок. Вот человеку надо это. Вот человеку все это гибнет. Все гибнет, гибнет. Он и так пишет и получается. Ой, какие умные эти самые какие умные ответы. Все. Вебинар это вебинар. Вот. И самые страшные вот эти люди которые называют себя экспертами чего они не понимают и понять не хотят. Что каждое растение это живой организм. У него есть история болезни как и у людей. Понимаете, что мы всегда идем к врачу с историей болезни. А здесь так посмотрел на листья. Ой, все, все он все знает. Он сейчас сейчас он все отпрыскает и они эти листья оживут. Так хочется кукив показать. Не вам, а им. Вот. поэтому еще раз когда-то 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 Мирослава возможно учитывая ваш возраст вы окажетесь вот в этой компании. Но это будет совсем другой разговор. Это начало вебинара. Вот в этой компании когда-то это не вы попросили вас это связать с имени Селезосадной. Вот. я предлагаю правительству России создать институт всеизвучайных комиссаров. Такой дикий такой дикий ужас творится в России. Грабеж, подлость, предательство, мошенничество дичайшее. Вот. Полное предательство этого. Я уже вынужден. вот. Вот это вот. Просто пользуясь случаем. Я не буду уже расшифровать. Чтобы вот этой дури не было. Вот этой дури не было. Дури. Дури. Вот. Чтобы оставили детей в покое. И чтобы все подчинялись одному. Нет своей земли у собственности. Нет у человека родины. Пятиэтажка, девятиэтажка, даже если у тебя свой отдельный коттедж, даже дворец. это не родина. Родина это когда своя земля. Вот. И вот об этом мы будем говорить на вебинаре. Если его брат сделает сегодня или завтра, то вы успеете побывать на этом вебинаре в понедельник. Сегодня суббота 16-го вебинар 18-го. Вот. На этом я буду заканчивать. Сильно долго говорил, потом еще подумаю, с братом может быть разделим на первую, вторую серию. И может быть, может быть, я когда-то делаю или сразу по настроению третью серию. И уже процитирую каждое слово. Вот. Потому что это все будет украдено. И то, что здесь написано 2014 год никого не возмутит. Вот. Это просто будет доведено до ума и преподнесено как мировое открытие, но уже не нами. Почему? Потому что вот этот уважаемый человек не осмелился. Уважаемый, да, это невероятно, это не может быть никогда. Вот, сейчас я еще раз покажу его. Он совершил огромный шаг вперед, гигантский, учитывая, что на заблуждение идут тысячи. Знаете, что такое? Христианские войска только из христиан с крестами, а впереди еще попы подходят и уничтожают полностью население, берет штурмом христианский же город, уничтожает население его. Ну, там перемешку христиане с этими живут, с этими, с евреями, перемешку с этими, то есть, получается, с евдеями и с мусульманами. Вот. И это главный, говорит якобы, это историческая фраза. Ему говорят, как мы отделять-то будем? Они же сведут, а как? А убивайте всех подряд, а Господь своих отберет там, до неба уже. Представляете, как все люди должны радоваться, что из-за насильственной смерти они переходят, так сказать, в категорию невиновных пострадавших и сразу им открывается дорога в рай. Вот это помощь, представляете? Убивают, чтобы они сразу в рай попадали. Вот это может быть и такое. Это когда не понимают, что такое настоящая религия, что такое настоящее христианство. А без этого никогда и без вас, уважаемые Владимир Войков, если вы дойдете до конца, пройдете этот путь, ведь вы наверняка знакомы с этим вот. Наверняка знакомы. Иначе бы вы не написали, что в воде раствора начинает собираться определенная форма, которая начинает жить своей жизнью. Вы бы никогда бы это, но намеки вы проделали полпути, проделайте дальше. Да это же надо было. Пусть будет там президент Академии Наук, автор, первый, там 27 кора, этих самых, как обычно принято, 3 профессора, там доктора Наук, еще 5 кандидатов и где-то 8-12 Железов. Черт бы с ним. Главное, что это приоритет. За державу обидно-то. Вы сейчас цитировали Железова, но трудно было словонамеки заменить хотя бы на эту, на гипотезу. А потом пошло бы, пошло бы, потом, в школе бы это. Хотя бы как альтернативное вот этой вот идиотскому атеизму, хотя бы как альтернативное. Ведь смешно же каждое поколение. Мышек прибавляет миллиард клеток. Вот родилась им мышка-мышка, а у нее новых миллиард клеток. Сотни миллионов в этом маске чуть-чуть стало побольше. Хвост еще там в хвосту несколько миллионов клеток, да? Зубы стали больше. Еще не соблюзубы тигра, но уже. Вот этому верить? А? Мирослава мне поверила. Она, кстати, закончила институт, университет, как там больше? Лицотехнический, да? Такой примерно. А вы же тоже институт, университет кончали? Я все все равно благодарен. Не было бы вот этой вот вашей передачи, не было бы этого разговора. И вот это бы никто бы лишний раз не написал обо мне Мирослава, и лишний раз мы от этого не вернулись. Что толково? Я до 22 веки буду говорить, жил такой, жил, вот представляете, так просто оказывается. Сильно простое этот, сильно простое открытие. Нету тут миллионных формул этих самых, доска исписанная формулы. Значит, все это не это. Сильно просто. Представляете, несколько ученых читали вот все, что вы сейчас, как они локти кусали. А, не, вру. и кусали. Они вздохнули и сказали, попробовал бы я вот это, как железо, написать. Они не глупее меня, наверняка, раз они академики, доктора наук, они наверняка умнее меня. Или хотя бы образов... Нет. У меня, вряд ли, образований. Вот. Ну и умнее, может быть. Но терять работу, вот, становиться изгоями, становиться эритиками, говорить, что давайте вернем это самое, богом в школы, дураков нет, дураклата важнее. А то, что люди убивают друг друга, не зная правды о божественном происхождении, это чуть ли не сказал, никого не... понятно. Все, заканчиваю. Будет ли это третья серия, в смысле, когда я это все переведу в аудио, я ничего не знаю, здоровья хватит, нет. у меня после таких разговоров давление поднимается. Все, на всякий случай заканчиваю. Это будет одна или две серии, еще не знаю, сильно долго говорил. До свидания, друзья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok